Доброго всем здоровья! Рано или поздно каждый человек сталкивается с желанием стать родителем. У большинства пар не возникает проблем с планируемой беременностью, но у некоторых пар возникают проблемы с зачатием. Сегодняшняя наша программа как раз и посвящается тем людям, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей. В этом выпуске бесплодие и его причины, лечение бесплодия, правильное планирование беременности, ЭКО, профилактика репродуктивного здоровья. Статистика бесплодия в мире неуклонно растет и увеличивает свои показатели на 1% ежегодно. По состоянию на 2018 год 17% молодых семей нашей страны не может иметь детей. 4 миллиона мужчин признаны бесплодными и их количество прирастает на 250 тысяч с каждым годом. Из 40 миллионов россиянок 7 миллионов сталкиваются с проблемами зачатия и не способны забеременеть без помощи репродуктологов. Демографическая ситуация в России критична. При показателях рождаемости 10,3 на тысячу населения смертность составляет 16 на ту же тысячу. Ежегодно страна теряет до 800 тысяч человек. О консультантам в вопросах репродуктивного здоровья сегодня выступит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук Игорь Владимирович Лившин. Добрый день, Игорь Владимирович. Добрый день. Что же такое репродуктивный возраст? Давайте разложим по полочкам. Репродуктивный возраст – это возраст, когда мужчина и женщина могут иметь детей. Есть цифры? Статистические данные говорят, что репродуктивным возрастом считается возраст от 16 лет до 49. Существуют ли психологические проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи? Безусловно. Это отдельная тема разговора, наверное, потому что различные нарушения репродуктивной функции оказывают влияние на психологическую атмосферу вообще в семье между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. И это, в свою очередь, усугубляет течение ряда заболеваний, которые органически могли привести как к бесплодию, так и к невынашиванию. Этот недуг бесплодия или невынашивание влияет. Как правило, бесплодие также имеет психосоматический компонент у ряда наших пациентов. И вообще есть ряд супружеских пар, у которых бесплодный брак вызван психогенными факторами. Вот это издревле было, это есть, к сожалению, и сейчас. Как диагностируется бесплодие? Ну, в принципе, бесплодием называют неспособность или невозможность зачатия в течение 12 месяцев и более без применения каких-либо контрацептивных методик супругами репродуктивного возраста. Одним из наиболее эффективных методов лечения бесплодия является экстракорпоральное оплодотворение. Как появился этот метод и развивался в нашем следующем сюжете? Что явилось предпосылкой к развитию методики экстракорпорального оплодотворения? Методика экстракорпорального оплодотворения пришла к нам из ветеринарии, где коллеги-ветеринары пытались получить новые породы животных. В медицину технология экстракорпорального оплодотворения пришла в далекие 40-е годы прошлого столетия, когда американцы Рок и Менкин получили эмбрион. В 50-х годах прошлого столетия на кафедре гистологии и эмбриологии под руководством выдающегося профессора Бориса Павловича Хватова молодые аспиранты задумались о том, что можно проводить оплодотворение в пробирке, в том числе и клеток человека. Данное научное направление было дано молодому аспиранту Григорию Николаевичу Петрову. Всего было проведено 1100 опытов. Григорий Николаевич Петров впервые в мире детально описывает методику оплодотворения яйцеклетки человека вне организма и прослеживает первые этапы развития эмбриона человека, о чем документально описано в его научной работе. Весь мир о технологии ЭКО узнал в 1969 году, когда британский эмбриолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик Стептоу заявляют об такой методике, как экстракорпоральное оплодотворение или получение ребеночка из пробирки. Их исследования увенчались успехом, и в августе 1978 года рождается первый ребенок из пробирки в мире, Луиза Браун, которая в прошлом году отметила свой 40-летний юбилей. Не могли бы вы в двух словах описать методику манипуляции, и что является последним барьером, перед которым стоит, останавливается современная наука? Стандартная технология экстракорпорального оплодотворения состоит из нескольких этапов. Первый этап – это индукция суперовуляции. Когда фолликулы достигают определенного диаметра, наступает следующий этап – это пункция фолликулов и получение женских половых клеток или яйцеклеток. Дальше наступает эмбриологический этап. И следующий этап – спустя 3 или 5 дней эмбрион, который развивался вне организма человека, врачом-акушером-гинекологом подсаживается в уже готовую, подготовленную полость матки. Нужно ли как-то семьям готовиться к проведению ЭКО? Да, конечно, потому что ЭКО – процедура экстракорпорального оплодотворения – это все-таки медицинская процедура, имеющая свои стандарты. Прежде всего, необходимо провести обследование на такие стандартные вещи, как группа крови, резус-фактор. Необходимо пройти плановое диспансерное обследование у гинеколога женщинам. Такие анализы, как на здоровую шейку матки, мазок на онкоцитологию ежегодно проводится, согласно порядков оказания медицинской помощи. В том числе проверяются такие стандартные тесты, как на отсутствие или наличие вирусов гепатита, В или С, ВИЧ-инфекции, сифилисов. Ну и, как обычно мы говорим, показания противопоказания. Ну, на самом деле, на сегодняшний день практически любой вид бесплодия, любой этиологический фактор бесплодия поддается лечению. Теми или иными методами репродуктивных технологий, но поддается лечению. Поэтому, будь это трубный фактор бесплодия, проводится ЭКО, может быть, нарушение овуляции, иногда мы прибегаем к этой же методике. Мужской фактор бесплодия, когда у мужчины существенно или умеренно снижены показатели сперматогенеза. Комбинация причин, сложные формы бесплодия, длительное бесплодие очень немаловажно, когда люди очень долгие годы пытаются другими способами, не только медицинскими, достичь беременности у них не получается. И такие пары тоже являются кандидатами для ЭКО. Современные технологии творят чудеса даже в тех случаях, когда очень сложно завести детей, испытать счастье материнства. О современных методиках ЭКО в нашем следующем сюжете. Скажите, что такое экстракорпоральное оплодотворение? Экстракорпоральное оплодотворение, или, как часто его называют ЭКО, почти что расхожее понятие этой аббревиатуры обозначает оплодотворение вне пределов женского организма. То есть, основной, самый основной процесс оплодотворения, который чаще всего страдает в условиях естественного оплодотворения, выносится за пределы женского организма. Роль места, где происходит оплодотворение, выполняет целая лаборатория. Как происходит забор биологического материала, и как происходит последующая имплантация эмбриона? Забор яйцеклеток представляет собой малотравматичные и достаточно кратковременные манипуляции. Она может длиться 5, 6, 7, 8 максимальных минут. Происходит, как правило, во время кратковременного внутривенного обезболивания. Наркоза, так называемого кратковременного внутривенного наркоза. Забираются яйцеклетки специальной аспирационной иглой под контролем ультразвука и накапливаются в специальную пробирку, так называемую пробирку, или в чашку, и она тут же поступает в лабораторию. И сразу происходит работа. Яйцеклетки отмываются, очищаются, немножко докультивируют, то есть немножко протяжении 2-3 часов за ними наблюдает специалист-эмбриолог. И затем через 2-3 часа после их получения добавляются сперматозоиды или добавляется взвесь сперматозоидов, или оплодотворяется каждая яйцеклеточка отдельно, прицельно, путем методики ИКСИ, инъецирования отдельного сперматозоидов в яйцеклеточку. Как происходит имплантация эмбриона в полость матки? Имплантация в матке, собственная имплантация, как и в естественной жизни, происходит спонтанно, самостоятельно, без вмешательства извне. Эмбриончики переносятся в полость матки чаще всего на 5-е сутки. И эмбрион только в начале 6-х суток способен прикрепляться к внутренней выстилке матки или к эндометрию. Так же, как и в естественной жизни. То есть максимальное подобие естественному процессу имплантации и развития эмбриона. Какие возможны осложнения после этой манипуляции? Часто есть мнение, и часто можно услышать такое мнение, что многоплодная беременность, которая чаще, конечно, бывает после получения беременности в клинике экстракорпорального оплодотворения, является осложнением. В настоящее время перенос 2-х и 3-х эмбрионов происходит достаточно редко. Если мы не будем называть многоплодную беременность осложнением, вообще осложнения крайне редки. Ну и в завершении, по традиции, наша программа вообще имеет направление, как советское здравоохранение, профилактическое. Что же нам профилактики? Советское здравоохранение, оно было одним из самых лучших на самом деле в мире. И поэтому мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу с вами вопросами профилактики. Ну, безусловно, очень важно своевременно обращаться к врачу. Плановая диспансеризация населения – это очень важный аспект. И в советском здравоохранении это был одним из достижений. Широкий охват населения мы рано выявляли те или иные болезни. Ну, и если уже пациенты столкнулись с проблемой, или видят, что столкнулись, или чувствуют, что столкнулись с проблемой незачатия, невынашивания, происходят выкидыши, не наступает беременность, были внематочные беременности, так называемые, стоит обратиться уже к специалисту, который, мы называем это, репродуктолог, который врач-акушер-гинеколог по своей специальности, но более углубленно занимается проблемами репродукции человека. Игорь Владимирович, спасибо вам большое, спасибо за ваш труд от многочисленных крымчанок, и спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго. Спасибо вам. Всем здоровья. Беременность – это дар, а ребенок – это чудо, которое приносит радость и свет в каждую семью. Мы желаем, чтобы каждый человек ощутил радость отцовства и материнства, и наша программа как раз и направлена была на это. Если у вас остаются еще какие-либо вопросы по темам, которые мы поднимали сегодня в нашем эфире, пожалуйста, ждем ваших писем, а также звонков по телефону, который указан на экране. Всего вам самого доброго. И, пожалуйста, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok